Банкетный зал, ЗАГС, цветы, гости и многое другое нужно не забыть подготовить к важному событию влюбленной пары – свадьбе. Хочется, чтобы все выглядело модно, современно, а главное, не стоило очень дорого. В это могут помочь профессионалы, свадебные организаторы и декораторы. Они знают, как правильно распределить бюджет и что лучше выбрать для современной свадьбы. Основной тренд последних сезонов – это индивидуальность. Свадьба, сделанная под молодоженов, с особой изюминкой, рассказывающая их историю любви. А что такое трендная индивидуальность? Это когда пара максимально старается раскрыть в декоре и дизайне концепции своей свадьбы именно какие-то свои основные особенности, как пары, например, где они познакомились, где было сделано предложение. На самом деле нет никаких суперобязательных атрибутов. Мы должны исходить из того, про кого мы делаем это мероприятие. Если про нас фейерверк, салют, фамфары – окей, давайте будем делать. Если про нас классная живая музыка – давайте делать так. Если про нас это отвязная вечеринка, то мы будем делать вечеринку и будем подбирать площадку относительно данного запроса. Также в тренде минимализм и лаконичность. Актуальна в этом году свадьба под открытым небом или на берегу реки. В оформлении праздника все чаще выбирают живые полевые цветы и сухоцветы, масштабные объемные декорации, дополнительный свет в виде гирлянд и свечей, а также делают цветовые акценты и используют каллиграфию. Главный тренд свадебный, и он сквозит уже несколько сезонов – это комфорт, забота о себе и осознанность. То есть мы делаем не так, как надо, как кто-то когда-то придумал, а так, как нам хочется уже. Это самое главное. Отходим от стереотипов свадьбы, которые были навязаны, возможно, когда-то кем-то. Свадьба по программе «Все включено» с живой музыкой, выездной регистрацией, с количеством гостей в 60-70 человек в среднем обойдется молодоженам в 500 тысяч рублей. Правильно экономить – это искусство. Профессионалы говорят, что регулярно сталкиваются с поговоркой «Скупой платит дважды». Если, например, скажем так, мы выбрали самого топового фотографа, но декор, мы на него так бы скажем, ну, как бы так, поставим там, ну, может быть, что-то там, две тумбы, например, и так сойдет. И приезжает топовый фотограф, который начинает вас фоткать в декоре. Соответственно, чаще всего что? Топового фотографа выбирают по крутым фоткам, которые сделаны в крутом декоре, да? И эффекта вау не случается. Еще один совет от организаторов – сначала продумать концепцию свадьбы, определиться со стилем и цветовой гаммой, а потом выбирать ресторан, декор и праздничную одежду. Обращаться к свадебным организаторам или нет – это выбор молодоженов, как и то, каким будет их особенный день. Главное – выбирать то, что нравится, и делать так, как хочется.